Я вам расскажу про одного святого сейчас. Он должен был отречься от мира. Вообще, этот человек был главным помощником серьезного правительства 500 лет назад. Серьезного правителя в Индии. Но этот человек должен был отреченную жизнь вести в будущем. И вот такая была судьба. И у него было достаточно много денег. Ну, как бы, не знаю, с чем сравнивать сейчас. Ну, в общем, он был очень богатым, влиятельным человеком, очень образованным. И его правитель узнал о том, что он решил отречься от мира и запер его в изоляцию, изолировал его. Ну, то есть не дал ему отречься от мира. Сказал, будешь изолирован, пока не опомнишься. Потому что это был суперспециалист. И такого человека терять он никак не мог этот правитель. Вот. А тот хотел духовно по жизни, практикой заниматься, отречься от мира. И он попал в эту изоляцию, он через своих людей собрал денежку золотых, там много золотых. И, ну, к нему были приставлены спецслужбы, которые его охраняли. И он сказал этим спецслужбам, что я, как бы, ну, в общем-то, хочу, как бы, служить дальше своему правителю, чтобы он неправдой. Вот. Хочу здесь остаться, но мне надо сходить в паломничество по святым местам, потому что сейчас самое время, как бы, вот, пойти в паломничество. И, ну, как бы, если вы, ну, религиозные люди, вы должны меня отпустить тайком так, чтобы я тихонечко туда-сюда, чтобы никто не узнал. И ему сказали, что, как бы, мы религиозные люди, но мы не можем без правителя вас отпустить. И тогда он им сказал, что за вашу религиозность я вам хочу от всего сердца отдать вот столько денег. Вот вот от чистого сердца за то, что вы такие религиозные люди. И понимаете мою религиозную потребность. Потому что потребность, правда, была религиозная, он хотел вообще уйти в духовную жизнь, не просто сходить. Вот. А тот его не пускал. И в этот момент вот эти люди, как бы, спецслужбы, они сказали, что мы очень сильно понимаем, насколько важна это для вас, этот, ну, этот поход в святое место, насколько он для вас важен. Мы это понимаем. Но вы также поймите, насколько большие риски для нас. Если, ну, как бы, все раскроется, что мы вас отпустили, то мы потеряем и работу, и даже свободу. То есть риски очень большие. Он говорит, я понимаю, насколько вы религиозные люди, насколько вы духовные. Я теперь понял. И за это я вам хочу дать два раза больше. И после этого они сказали, теперь мы чувствуем, что вам надо помочь. Ну, и помогли ему, и он в результате пошел. Сразу возникает вопрос, он по законам Бога действовал этот человек или нет? Это вам домашнее задание. Подумайте. Так как цель была служения Богу, он, может быть, эту цель достиг, этой цели, не совсем классическим путем, там. Ну, но я думаю, что он поступил правильно. Это мое мнение. Этот человек. Ну, в результате достиг отречения. И отдал какие-то деньги этим людям, там. Это с точки зрения Бога, если вы, ваша цель очень высока, то какие-то исключения небольшие, возможно, в жизни. Возможно. Но они, опять же, зависят от совести. То есть, нужно это или нет. Вот у него была цель служить Богу. И он действовал от совести. Бог ему подсказал, как ему достичь этой цели. В той ситуации, в которой он оказался. Но у каждого своя ситуация. И именно в отношениях с Богом вам придется решать эти вопросы. Понимаете? А не в отношениях с Олегом Геннадьевичем. Потому что у меня своих ситуаций хватает. И тоже надо их всех решать.